В данном видео я расскажу про амни-дроидов, показанных в мультфильме Суперсемейка. Вы узнаете про их версии, способности, предназначения и про многое другое. Знаешь, какое будущее может тебя ожидать? Родители выберут за тебя вуз. Ты поступишь и будешь пять лет учиться в нелюбимом месте, без какой-либо уверенности в своем будущем. А после устроишься на такую же нелюбимую работу. Уже сейчас ты можешь сделать правильный и осознанный выбор. В этом тебе поможет онлайн-университет Skillbox. Он даст тебе передовые знания и опыт лучших преподавателей практиков из агентств, студий и маркетинговых компаний. Что самое интересное? С 4 июня стартует онлайн-марафон с мастер-классами по трём профессиям будущего. Веб-дизайн, программирование и интернет-маркетинг. Причем участие совершенно бесплатное. Поэтому ты можешь сделать выбор. Либо валяться на диване, либо получать ценные знания, которые в будущем помогут тебе заниматься любимым делом. Зарегистрироваться ты можешь по ссылке в описании. Вот этого я ждал! Круто! Перед началом отмечу, что режиссером и сценаристом фильма выступил Брэд Бёрд, которого многие знают по таким замечательным картинам, как «Стальной гигант» и «Рататуй». Омни-дроиды. Серия роботов, созданных суперзлодеем Синдромом, как часть операции Кронос. Более поздние версии были снабжены передовым искусственным интеллектом, который позволял им обучаться по мере сражения с противником и решать любые проблемы, встреченные на пути. Чтобы протестировать свое детище, Синдром использовал отставных суперов, которым говорили, что робот вышел из-под контроля и его необходимо вывести из строя. Те, кто не справлялся с заданием, были убиты либо самим омни-дроидом, либо Синдромом лично, а информация о битве записывалась и анализировалась. Всевидящий. Если текущая версия была уничтожена, то собранные данные использовались для разработки новой, улучшенной машины, пока она не избавлялась от выбранного супера или он от нее, а после цикл повторялся. Кстати, если мы наберем 20 тысяч лайков, да я знаю, что зажрался, то я сделаю видео о Синдроме на втором канале. У меня такая лапша на ушах! Помимо тестирования своего робота, Синдром смог избавиться от многих потенциальных угроз для своего проекта и подготовиться для его финальной стадии. Главной целью было устранение Мистера Исключительного, ведь именно он был основной проблемой на пути суперзлодея. А потом ты взял и подло все испортил! Омни-дроиды делятся на 10 версий. Начну я с первой, что логично. Совпадение? Уверен, нет? Это был самый примитивный боевой робот с минимальным набором функций. Внешне он представлял собой довольно нелепое зрелище, напоминая железное ведро с двумя колесами. Также он был оборудован сенсорным дисплеем и двумя простыми конечностями с клешнями на концах. Несмотря на такое исполнение, жертвами этого омни-дроида стали три супера. Пропал без вести. Универсальный человек, способный манипулировать своей молекулярной плотностью, что позволяло ему летать, превращаясь в облако газа или становиться неразрушимым. Психоволна, которая, что понятно из имени, могла создавать волны психической энергии, а также парализовать окружающих силы мысли, вселяться в их тела и обладала отличными телекинетическими способностями. Последней жертвой стал провидец, супер обладающий телепатией и ясновидением, а также микроскопическим и телескопическим зрением. Робот был уничтожен макроберстом, который, управляя сильными потоками воздуха, сбросил его с огромной высоты на камне. К несчастью, следующая версия машины, омни-дроид 2, оказался ему не по зубам. У данной модели значительно улучшился сенсорный дисплей, а колеса были заменены на две ноги с ограниченным функционалом. Эта версия также смогла уничтожить трех суперов, помимо описанного выше макроберста. Ими стали филанш, способный создавать своим голосом разрушительные звуковые поля, и огневик, которая была неуязвима к огню и могла управлять им. Робота удалось вывести из строя даунберсту, использующему атомную манипуляцию, позволяющую ему изменять форму материи и заживлять мелкие раны. У третьей версии омни-дроиды появились три колеса и новый сенсорный блок, собиравший еще большее количество данных и лучше анализирующий ситуацию на поле боя. Робот убил даунберст и возможно еще несколько суперов, пока его наконец не уничтожил гипершок, который мог генерировать сейсмические волны, создавая землетрясения с магнитудой в 6 баллов по шкале Рихтера. В четвертой версии омни-дроиды убрали колеса, заменив их на четыре конечности с клешнями на концах и таким же количеством простых сенсорных блоков. Робот убил несколько героев, включая указанного выше гипершока и апогея, способную контролировать гравитацию, а после был разрушен всевидящим, который разрезал его на части своим лазерным зрением. В пятой версии у омни-дроида был изменен дизайн тела и установлен один, но более современный сенсор, перемещенный с боковых частей в верхнюю. Робот убил всевидящего и еще несколько суперов, включая шторми-сайда, способностью которой было поглощение и выделение пара. Уничтожить машину смог гамма-джек, который создавал направленные выбросы радиации. Сила которых разнилась от простых ожогов до полной дезинтеграции. У шестой версии значительно улучшилась функциональность конечностей. Дизайн тела поменялся на сферический, а сенсоры подверглись еще более серьезным доработкам. Данный омни-дроид расправился с большим количеством суперов, пока один из них его не уничтожил. Седьмая версия получила дополнительную ногу, а каждая конечность была снабжена четырехпалой клешней. Головной сенсор опять улучшили, сделав его двусторонним. Сколько суперов он убил и как был уничтожен не уточняется. Омни-дроид восьмой версии стал представлять собой более серьезную боевую машину, способную уничтожать почти любого супера, что он собственно говоря и делал до появления мистера исключительного. У машины было пять сегментированных конечностей, которые заканчивались неизменной четырехпалой клешней с добавленной функцией циркулярной пилы. Помимо этого они отличались огромной силой, что позволяло Омни-8 спокойно поднимать многотонные камни и справляться с физически сильными супергероями. Сенсоры остались без изменений. Самое главное, был добавлен искусственный интеллект, способный к обучению. Это позволяло роботу при столкновении с препятствием или противником просчитывать возможный исход событий и моментально принимать наиболее эффективное, но не всегда правильное решение. Еще он мог складывать ноги внутрь своего тела и в состоянии сплошной сферы перемещаться с большой скоростью. Прочная броня выдерживала почти любые повреждения и окружающие условия, в том числе и контакт с лавой, температура которой на острове доходила до 1200 градусов Цельсия. Конечности и сенсоры, однако, уязвимы к физическим атакам. Переходим к Омни-Дроиду-9. В данной версии было улучшено практически все, начиная от ног и заканчивая обновленным искусственным интеллектом. В таком виде робот без труда одолел мистера исключительного. Что стало с машиной после неизвестно, но именно девятка являлась основой для финального оружия синдрома. Омни-Дроида-10. Это была самая умная, большая и смертоносная версия из всех созданных боевых машин, с которой ни один из суперов не был в состоянии справиться в одиночку. Помимо добавления еще одной ноги, к сенсорному блоку было прикручено лазерное оружие. Клишни же были оборудованы двухсторонними ракетными двигателями, что позволяло запускать их в противника или летать. Улучшенный искусственный интеллект сыграл создателем робота злую шутку. Омни просто отказался подчиняться синдрому и решил уничтожить все человечество. Прочная оболочка, как и в двух предыдущих версиях, легко выдерживала попадание любого оружия и даже удары мистера исключительного. Единственное, что могло пробить такую броню, это клешни самого омни-Дроида. Это все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. Ух, ух. Спасибо, и если вас приглашают на остров тестировать какую-нибудь фигню, помните, что это не омни-Дроид. Это маленький диножаврик. Продолжение следует... Продолжение следует...